Так-то где-то была, но это Сергей Сергеевич, он придет сегодня, он же у нас хранитель всякого этого. Я надеюсь, он скоро придет, уже службу должен закончить. Уже Денис Владимирович созвонился с Петром Владимировичем, там посмотрим. Все они скоро придут. Петром Владимирович. Петром Владимирович Продолжение следует... 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 Заднее сальто, переднее сальто пробуй, всякие разные, колесо сальто попробуй. Уже 20. Ну да, она уже бабушка сказала, что до 17.50 пойдет, а дойти до 10 минут. Сейчас время 7, позвони маме, скажи, как у тебя самочувствие, скажи, что ты в зале, ладно? Просто позвони, скажи, мама, все. Обычно ребята отзваниваются через 2 часа. 4 плюс 2 это сколько? 6. 7 плюс 2 это 6. Обычно ребята отзвони по 18.00. Так как у нее уже 7, сейчас позвони маме, скажи, мама, я в зале, если хочешь, то иди посмотри. Не, она не сможет, она же, я и займу сейчас. Ну, во всяком случае, позвони с ней, поздоровайся, скажи, что все хорошо. И скажи, во сколько ты собираешься до дома, как у тебя будет процесс, как встретить тебя, и ты сам пойдешь. То есть спокойненько отзванивайся. Скажи, мама, все хорошо или не хорошо, сама, скажи, как тренируйся. Мама, ты смотри, ты у меня ободельщик. Я понял. Надо ей рассказать, как у тебя дела происходят на тренировке. Габанат. Я пробую сейчас, я обязательно тренирую. Тренируй. Пусть сделала только что. Молодец. Все, видишь, человек такой создание волшебное, что у него все получится. Есть только правильное. Пусть сделала только что. Рассчитать. Свои силы. Задний у меня сальто, у меня вообще даже пытался, что у меня, я когда не получил его, то сразу же как-то нам везет. Молодец. Молодец. Только аккуратно, Дима. Все должно быть рассчитано. Ты можешь, если получается задний сальто делать, и мостик у тебя гибкость позволяет, ты можешь пляг пробовать тренироваться. То есть ручками назад, как через мостик ты делаешь, кукурок. Пум-пум. Как колесо через спицы. Ты взял задний сальто, но только сутки. Ты делаешь упор на руки, да. Сейчас присядь сначала, вот сядь на мат. Сядь на мат. Сядь на мат. Делай пробивку, и ручками старайся до пола проснуться. Так, сядь на коленочек, садись на коленочек. Делай сейчас прогиб назад, и ручками. Тебе надо прям смелее. Вот, вот так. Ты старайся. Попробуй снизу сделать. Да, вот тебе надо прогиб в спине сделать, как мостик. Помнишь? Да. То есть, ты вот так отпрыгнешь, ты на руки встаешь и переворачиваешься. А, буй. И шо. Разные варианты, очень много. Тем более, есть интернет, ты можешь по интернету посмотреть. Подсказки. Рассказки разные. Как? На шоу. Обучалки, как-то. Обучалки есть разные, интересные. Я обучалки каждый день снять. Ты уж снякаешь сам обучалку можешь снять какую-нибудь. Ну да. Да, очень интересные есть. Надо просто их придумать и все. Фантазия в этом. Я еще раз. Позвольте, конечно. Либо смс-пределительный. Открывай письмо в сом. А ты сейчас где? Где мама? А ты в бабушке сейчас будешь. А ты в бабушке? Ты спрашиваешь? Ты спрашиваешь, я за бабушку приду? Вот почему ты говорил? Ну давай к ней садим. Да, у тренировки нужно идти. Чтоб тебя забрала. А то ты один. А здесь никого нет. А здесь никого у тренировки нет, да один. А ну у нас на последнее соревнование с… Хвалунс. Как это? Хвалунс. Хвалунс. Уехали. Уехали все. Ну вот придешь я с веревлемой буду как раз и поделать, что нужно. А вот придешь я с веревлемой буду как раз и поделать. А что? Вы что, я наверное за 20 минуту уже получаете? Нет. Ну что, остальное? А можно мне как-нибудь? А вы сейчас пойдете? Да, я сейчас получу. Я не смогу, потому что они там, ну вероятно. Мой сестре еще одеться надо, она там в мультики смотрит. Занята? Ну да. Делаю так, надо тебя забирать, что придут, чтобы не мотать? И сам пойдешь? Да. Ну потому что я сказала, что в следующий раз придет, потому что сегодня, ну особенно, они оденутся где-то за 20 минут еще. Маме там, ну типа... Ну надо нарядиться девушкам, да? Да, одеться надо, вероятно еще одеться надо. Согласен, да, девочки долго одеваются. Мальчики быстро. Мальчишки быстро, что там, штанцы надел, футболку накинул, да, рубашку надел. А девочкам сначала нужно там... Причесаться, накраситься, да? Ну да. Что там, краситься, причёсываться. Всякие дела. Мультики. А мы можем одеться еще и мультики посмотреть, по ходу. Пока одеваешься. Один носок одел и сидишь. Потому что там просто мы не следим за красотой. Типа... А девочки, они же типа... Очень следят, да? Да, следят, что это девочки, если они не оденутся, не знаю. Как вот мы просто, не знаю, в черные или белые носи, и все выходят. Все об этом говорить. Ну типа, ты некрасивая, ты одеваешь только черные и белые. Там, например, можно еще одеть какие-нибудь... Обзываться даже могут, да, на девочек-то, я не скажу? Подружек, которые подружки, они могут быть. Ну а надо одеваться для них красиво. А для нас просто там оделся штаны, все наши друзья будут говорить. О, наконец-то оделся... Нормально, да. Долго, да, я каждый раз одеваюсь, а сейчас быстро за минут пять оделся. Есть такая тема, братан, есть? Согласен. Я одеваюсь за минут десять, даже пять. А ты слышал, что в армии одеваются за сорок пять секунд? Ты слышал про такое? Ни разу не слышал? Вот человек, например, в труселях, мужчина-солдат, ему за сорок пять секунд надо одеть штаны, куртку, ну, это называется форма одежды, китель, ботинки, значит, он не успел, может быть, его накажут. Сорок пять секунд, представляешь? А, ну, мне кажется, это надо, чтобы, типа, когда начнется этот день, тот войны, типа, нужно, они же сразу же начинают все добить. Быстро, да. Очень быстро. Вдруг враг нападет, а в труселях с врагом особо не повоюешь. Не, можно, конечно, и в трусах, и без трусов воевать можно, если уж там что-то случилось. Но лучше быть формой одежды одета. Да. Что не из-за этого может быть? Еще из-за того, что, типа, в трусах он уже размаживается, и ты просыпаешься, и слышишь, и, типа, все твои оборочие... Сослуживцы. Да. Все уже дюйти за эту... А ты еще в трусах бежишь, пока просыпаешься. Вот. Из-за этого. Все. Все правильно. Ну, это как-нибудь потом в интернете посмотришь, как одеваются. Может, и сейчас у тебя интернет есть, может, посмотреть 45 секунд, как одеваются солдаты. Ну, я знаю. Я 45 секунд, примерно. Это меньше минуты. Типа, я не знаю, я могу, конечно, это очень быстро делать. Это быстро. Вот Петр Валимович, который приходил сейчас, парняк, кто помогал делать, вот он бы тебе рассказал, как там одеваться надо быстро. Он в армии служит? Да. А сколько? Сколько? Служил. Сколько лет служил? Да. Несколько лет. Ну, это когда я служил, еще времена древние были. Я еще служил в прошлом тысячелетии. То есть в прошлом столетии служил. Ты еще даже не родил свою войну. Это сколько? 1900? 1900, да, я служил. Это когда мировая война была? Ну, нет, она не мировая война была. Вернее, они уже войны прошли. Ну, войны всегда происходят разные. Сейчас война идет и раньше. А вы в армии что делали там? Ничего не делали, просто учились? Служил. Я служил, я тебе могу так сказать более конкретно. А вы с кем-нибудь вообще боролись? Да. Это задача такая была. Я служил, сейчас я тебе скажу такую штуку, если запомнишь, что молодец. Я служил в кавказском казачьем десантно-штурмовом полку в отдельной разведроте. А что? Это как? Это очень круто. Это вы, получается, автоматами уже стреляли? Это спецназ спецназа. Типа это, вы берете автоматы и прям в плохих раздействиях стреляли? По-разному. И гранаты бросал, и с ракет стрелял. Типа, вы не только были, вы еще и прям, ну можно сказать, вы были, да? Ну ты пока идешь, я тебе еще... А! У тебя же телефон есть интернет? Да. Неси, сейчас я кое-что покажу. И, возможно, у тебя ответ на твои вопросы. Давай, неси сюда. Сейчас, кое-что. Миссаж, неси. Я немножко сейчас тебе покажу, что... Что писать? Не писать. Ты мне... Зайди, пожалуйста, в YouTube. На YouTube. Зайди, пожалуйста. Сейчас я кое-что наберу. Надо написать будет Слава ВДВ. Ну давай, давай я напишу. Тебе надо написать Слава... Ну давай. Слава это не имя, это Слава как... Слава как ура. Как ура. Ой, сейчас на английском языке как перейти. Зажать, зажать. А, русский. Слава. ВДВ это как буковки. Воздушно-десантные войска. В... Да, десантники. Слава. Еще говорят, это типа Зава ВДВ. Да, да, да. Зава ВДВ. Я почему-то еще видела то, что Зава ВДВ и почему-то всегда бутылки бьют. Есть такое, да. В бассейнах купаются, всяких фонтанах там купаются, дерутся. Слава ВДВ, разведчики, казаки, витязи. Витязи. Посмотри внимательно. Может быть, ты что-то сейчас там увидишь и поймешь, как я служил в армии. Это вот там братья мои. И потом ребятам здесь что расскажешь, если кому интересно будет. Вот на твой вопрос про армейскую службу. Вот такие мальчишки там по 18 лет. Ребятишки по 11. Вертолеты видишь? А у вас на канале есть? Вертолеты летают уже? У вас на канале есть? Смотри, смотри. На канале есть, конечно, это видео про братьев моих. Там, может, ты даже узнаешь кого-нибудь. А у вас там нету? Ребята не в трех за вас сюда приходили, но они взрослые уже. А у вас там нету? Вот в этом видео сейчас там еще и как бы ребята 18 лет, а они уже сюда приедут, и они уже взрослые. Вот смотри, может быть, узнаешь кого-нибудь незнакомых. А у вас там нету? Димарь, ну смотри. Можешь узнать. Если я тебе скажу, я там есть, это будет как бы и честно и не честно. Если я тебе скажу, меня нет, это будет и честно и не честно. Поэтому догадаешься. Это здесь качество плохое? Это потому что на кассету снято было, это старое. Это прошлого тысячелетия съемки. Прикинь, это снято на видеопленку. Даже качество 720 не помогает. Не помогает, потому что это на видеопленку, она такая замыленная. Ну это архивные записи. Это как кинохроники старинные. Им больше сорока лет этой записи. Представляешь? Ой, нет, и больше сорока лет, прости. И больше тридцати лет. Ой, двадцати лет, вернее. Вот просто плохо, что некоторых ребят уже в живых нету, вот что плохо. Ну, я знаю, что в 1945 году мама умерла около 20 тысяч, ой, миллионов. Миллионы, братан, миллионы. Около 20 миллионов. Страшные времена. Просто разные плохие люди хотят, чтобы в мире все ругались друг другу. Мне не хочется, чтобы они в живых нету. А вы когда стреляли, у вас не было никаких ран? Нет? Ну, когда стреляешь, может быть, в плечо, там, удар, может быть, это... А было? Ну, это всегда, если плохо прижимать оружие, то оно отдача называется. Ты посмотри, а потом, может быть, у тебя ответы... Ну, а вас попадали? Ну, если бы у меня попали, наверное, я живых бы не был бы. Почему? Ну, если бы, не знаю, в руках, ну, встал бы. Ну, представляешь, может быть, там, отлетит что-нибудь. Сейчас я тебе скажу, нет, обману тебя. Я скажу, да, обману тебя. Я не хочу тебя обмануть. Потом станешь постарше, я тебе потом поинтереснее расскажу даже, что это какие были. Ты пока юный, и сейчас тебе расскажут, а у тебя потом кошмары очень сниться будут. Прочем? Или у ребят взрослых, кто на тренировку приходит, спроси. Вот сейчас смотри внимательно. Сейчас как раз будет про молодых ребят рассказывать очень грустные истории. Здесь уже молодой. Ой, здесь лучше видно. Там получше есть где-то видно, да. На четырех минутах. Есть такое. Ну, а как я знакомых увижу, если они уже молодые сегодня? Ну, ты же сможешь, например, если на фотографию мамы своей посмотришь, когда она молодая была, ты же сможешь узнать, что это твоя мама. Я уже маму и фоток смотрела. Если ты ребят кого-то видел в возрасте, то ты их сможешь узнать, когда они юные были. Ну, если вдруг получится узнать. Но на то они и разведчики, чтобы их не узнавали. Специально все сделано. Маскировка, там все дела. Это как раз из разряда 45 секунд одевания, там всякие дела. Что там, горы уже показывают? Кого? Горы какие-нибудь. Горы есть там? Ну, самолет возле гор. Самолет есть такой. Мы уже что-то в самолет кидаем. Бросили в самолет? Нет. Самолет, наоборот, кинули. Ага. Маскировка. 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 Ну, это чтобы плохие люди их не узнали, не увидели. Это же разведчики. Оружия очень много. Оружия много там, смотри. Да, всякого оружия. Видел там сколько у них всего? Вот. Автоматы. АК-47. АК-45. АК-45. О, тут еще этот гранатомет. Гранатометы есть, да. Снайперские винтовки там у них есть. Пулемет там даже не будет. Пулемет? Пулемет. О, вижу этот. Пулемет, гранатомет. АВМ. Как? АВМ. Снайперская винтовка. Есть такая, да. СВД называется. Ага. Снайперская винтовка Драгунова. Пулемет. Сколько людей в тот раз, в тот момент убили? Пулемет. Пулемет? Ну да. Пулемет. Пулемет, много умирает людей всегда. От гриппа умирает люди, тысяча людей. А вы вообще кого-нибудь там простите? Я тебе не могу этого сказать. Потому что не хочу тебя обмануть. Скажу, что-то было, обмануть не хочу. Скажу, ничего не было, тем более обмануть не хочу. Вот исполнится 18 лет, тогда поговорим. Просто такие вещи. Почему вы? Ну, если я скажу, всегда получается у меня. Ну, опять, сказать так же лично. Кто-то скажет, я, например, защищал коробину и что-то делал. Кого-то там стрелял. Это не совсем красиво по отношению к ребенку. Зачем тебе кошмары, что он научился? Ну, просто, типа, это, ну, это, не то, что это, типа, вы хоть, ну, спасали хоть кого-нибудь там. И спасал всяких людей, и спасал. Ну, типа спасали свою родину там. Да. Одного там. И родину спасал, и с плохими людьми встречался с разными. Всякое бывало. Много там разных плохих, нерусских было людей из других стран. Мне кажется, вы кого-то убивали, потому что, если бы вы, типа, ну, получается, сколько вам лет было, когда вы были в Америке? В Америке? В 18 лет. В Америке? Да, в 18. Там все, там все ребята, практически всем по 18 лет. Ну, вот, и, мне кажется, если бы вы, если бы вы встречались с плохими людьми, и вы бы, если бы никого там не убивали, вы бы, наверное, сейчас живы, мне кажется, не были. Значит, значит, всякое может быть, да, в жизни? Чудеса происходят. Ты потом станешь постарше, ты поймешь, какие задачи выполняют воздушно-десантные войска. Когда я буду в Америке, я больше, типа, ну? Нет, зачем, можно. Я надеюсь, когда ты вырастешь, я надеюсь, уже скоро все закончится, война закончится. Я очень бы хотел. Мне сейчас 9, через 9 лет. Я надеюсь, она раньше закончится. Хотела бы, чтобы она уже сегодня закончилась. Я 33-го, получается. В 2033-го года пойду. В 2033-м пойдешь в армию, будешь Родину защищать, маму, сестру защищать, да, молодец, бабушку защищать. Но воевать это плохо. Это надо, но это не очень хорошая задача. Надо жить в мире. Что, посмотрел? Ничего нет, сейчас 3 минуты. Сейчас начнется самое или не самое. Ну, пока же такого показателя не видел. Еще никого знакомых не увидел? Нет. Может быть, когда они приходили, тебя не было в этот день в зале, когда ребята разные приезжали. Сколько они выходят? Да, разные, в течение 5 лет разные приходили ребята. Кто-то с палочками на костылях приходил, с палочками. Кто-то плохо глазами видел там. Кто-то ранил. У кого ты рассказываешь, кому-то пуля вражеская попала. Кто-то взорвался, к сожалению. А вот сейчас показывают фотки людей, не получается, эти люди умерли? Нет, там кто-то живой, кто-то уже не живой, к сожалению. Если я смотрел там, ну, типа, не прямо новый фильм «Слово пацана», вот, показывают фотки и говорят, что... А, погибли они, да? Да, вот эти вот фоки. Здесь по-разному, вот в этом видео. Кто это видео делал, наверное, он не стал проописывать вот эти моменты. Пулемет увидел, да? На фотографии? Да. Там крутой, здоровенный, да, пулемет? Да, да. Вот еще один. Есть еще. Там даже один пулемет будет называться «Утес», а другой пулемет «ПКМ». ПКК, о, ПК. Пулемет «Калашникова». Пулеметы, гранатометы. Пулеметы, гранатометы, всякие разные, другие штуки. Форма там, да, у ребят разные? Кому-то красивая форма. Еще какой-то огромный этот пулемет. Пулемет – это «Утес» называется, огромный пулемет «Утес». Там, знаешь, какая-то вот, какая-то вот, как у, ну… Тренога. Да, вот их «Раз», 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 «Раз». Тренога, да. Это пулемет, но чтобы танки стрелять. Танки можно было, и машину подбивать. Он очень мощный. Дома может прострелять насквозь. Грустно это все, конечно. Ребята молодые, что-то летит. Не на турничках занимались, а вот по горам лазили. Прятый. 홀. Ар. 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 А. Ар. 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 вот тебе маленькие приключения в прошлое тысячелетие не зря ты спросил как нам одеваются ребята А некоторые девушки, которые занимаются здесь, они даже могут быть лучше в нем турниках? Да знаешь, кто-то в чем-то лучше, кто-то в чем-то не очень лучше. У девчат хорошо растяжка у них крутая, шпагат они садятся очень ловко, у них мостики у девочек хорошо. У них устройство тела просто чуть-чуть погибче. А так на самом деле надо, чтобы мальчики и девочки с друг другом дружили и чтобы друг другу помогали разные трюки делать. Это очень хорошо. Это людям нравится, это красиво смотрится. Что, братан, досмотрел что ли? Да. Дальше на тренировку? Хорошо. И вот потом, если тебе интересна эта тема, десантники, разведчики, казаки, пластуны, витязи, спецназовцы, вот ты можешь в интернете эту тему изучать. Как подготовка разведчиков, как они сколько отжимаются, прыгают, бегают, ножики бросают, гранаты бросают, подтягиваются, борются, драться там. Это очень много надо всего уметь. Стрелять, ездить на танки даже надо, представляешь? Надо уметь танком управлять. То есть садишься в танк и угнал его, у врага украл танк, это хорошо. Или какой-нибудь прибежал, скрытное оружие утащил у врагов, чтобы никто не заметил. А у них не будет оружия, они не смогут ничем тогда хороших людей мучить. Так, ну че, наша штука, штука мудрюка крутая. Ой, 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 ой. Шесть дней назад какое число было? А сегодня какое число? Семнадцатое? О, сегодня восемнадцатое. Шесть дней назад было двенадцатое. А это девяностое, это что? Ну, это, получается, сегодня суббота, шесть дней назад была пятница. Может, нужно идти пять дней? Может, что? Пять дней. Это сколько? Это суббота, да? Ну, вот смотри, в неделе семь дней. Вот если сегодня суббота, семь дней назад было что? Тоже суббота. Спасибо. Спасибо. Спасибо.